ну чё ребятки всем привет всем добра и позитива дон симон с вами на связи все не знаю там попробуем сегодня снять вот такой лайфхак вот у многих наверняка такие вот есть тоже банки от специй ну там соль перцы разные смеси перцев там разные соли там приправки да и порой вот эти банки они кончаются до открыть их невозможно или мы сегодня с вами попробуем открытию заправить по новой перчиком там или специями еще чем-то да и обратно закрыть чтобы эта банка была опять рабочие почему потому что такая банка стоит магазин рублей 200 там на той под 300 рублей вот наполнение стоит там ну не знаю 10 рублей 15 20 рублей то есть и многие люди просто выбрасывают эти пустые банки и покупают опять за 300 рублей новую давайте сегодня с вами попробуем сделать значит что нам для этого нужно нам для этого нужно закипятить вот так вот воду до состояния кипения вот это буквально у нас займет несколько минут и потом мы сюда положим положим сюда с вами вот эту банку крышку предварительно снимем ну в принципе уже можно ее положить сюда вот чтоб она буквально полежала видите она сразу наполняется водой и буквально здесь полежит ну в течение там не знаю там двух-трех минут немножко вот прям доведем до кипения пусть она тут полежит и мы ее с вами вместе попробуем открыть вроде как должна открыться потом засыпаем все это дело и обратно до щелчка защелки не знаю что из этого получится будем пробовать ну чё ребят тут видите да вода закипела банка лежит там все в принципе выключаем газ берем с вами шумовку вот она у нас наша баночка смотрите поливаем с нее воду не знаю что с этого получится сам честно говоря первый раз пробую знаю что у людей получалось берем ее тряпочкой и вот таким вот нехитрым способом пытаемся открыть и у нас это получилось и у нас реально получилось причем с первого раза думал что нифига не получится сейчас просто что можно сделать ее можно промыть высушить и засыпать туда только ну обязательно чтобы она была сухая да то есть мы соответственно выливаем воду сейчас ее просушим все сделаем и будем сюда засыпать новые специи и потом щелчком обратно защелкивать ну вот ребят смотрите и обязательно это очень важно просушить баночку на батарею там вытереть ее у нас потом не знаю там бумажной салфеткой или что-то еще это очень очень важно потому что когда вы туда засыпите сухие специи специи должны быть реально сухие вот сейчас буквально ждем еще несколько минут и будем с вами компоновать и закрывать нашу банку в принципе наша банка прошилась теперь мы с вами вот сюда забрасываем специи которые ничего не стоят и продаются в любом магазине на рынке там их очень много разных да то есть заполняем с вами эту всю баночку и сейчас самое главное чтобы банка обратно защелкнулась и вторая часть тоже закрылась нет не закрылась сейчас опа до щелчка реально работает вот все вот закрылась да и теперь пробуем самое главное работает или не работает и реально все ребята работает 200 с лишним рублей экономия для бюджета до семейного рекомендую ну а мы дальше будем снимать ролик оставайтесь на канале погнали все ребята заправили мы с вами специи вот и сегодня решили еще тоже приготовить узбекский плов вот видите да у меня такая замечательная свиная вырезка заметьте как нарезана морковка такими полосочками да чесночок обязательно лучок пока еще не добавлял ни грамма масла нам сегодня еще пригодятся специи вот такие которые мы на рынке купили да ну соответственно рис самаркандский вот такой мы взяли вот ну разный там варианты есть кто-то использует просто такие вот покупные тоже специи до узбекского плова но я думаю что это очень будет вкусно аппетитно и полезно вот так что оставайтесь на канале будем сегодня с вами делать плов ну вот ребят смотрите у нас потихонечку уже и мяско поджарилась до лучок приобрел такой золотистый оттенок запах и квартире конечно вообще не передать и это все подчеркиваю без грамма масла вообще здесь нету ни капли масла вот за такой консистенции мы с вами обжарили накопка лучок разрушка здесь все есть и мы с вами теперь что делаем мы с вами берем получается один стакан вот этого риса засыпаем таким вот образом и три стакана воды смотрите какая красота да так аккуратненько равномерненько чесночок присыпаем и теперь берем три стакана воды и заливаем сверху так один пошел второй пошел и половина третьего сейчас я вам объясню почему такой небольшой лайфхак да то есть у нас получается на стакан не три а два с половиной и остальные половинку мы с вами берем берем какую-нибудь банку ну например там с солеными огурцами либо не знаю там с с помидорами там что у вас есть и просто добавляем сюда немножко рассола сейчас вот таким вот образом добавляем сюда рассол тем самым не надо солить и рис будет тут такой знаете такой с привкусом каких-то солений что ли типа того ну и осталось нам с вами добавить сами пряности и всякие вот эти вот штучки здесь есть кстати как-то называется ягодки вот эти барбарис по-моему да просто засыпаемся да да запах конечно уже ташкентом пахнет не знаю ребят вы были в ташкенте или нет но там реально классно очень круто я не был в ташкенте рассмотрел красиво был на крошке пошире и берем вот вот эту специю тоже тут видите барбарисик такой есть тоже не вот это все дело таким вот образом добавляем и эти остатки тоже сюда забрасывать все и накрываем крышкой и будем томить несколько минут чё ребятушки пока у нас там готовится плов хочу тоже с вами поделиться еще одной законченной моей работой вот happy day называется счастливый день эта работа была сделана под заказ для нашего тут донатера рома друга это холст акрил вот она подписана самый лучший день москва россия 20 уже год январь она была закончена еще феврале так что вот рома у нас ее заказал надеюсь что ближайшее время она дойдет до своего адреса то но не знаю ребят как вам там смотрите оценивайте кстати стримы у дона симона нерегулярные скоро тоже продолжим аукцион еще одной очередной моей работы ребят смотрите такой промежуточный этап у нас ой-ой-ой-ой какая красота ю-ю-ю-ю представляете барбариско здесь смотрите тут чё только нет такие запахи еще буквально чуть-чуть и все будет готово неплохо эта тема ребят не знаю как у меня еще старые такие вот из советских времен мамины рецепты как мама делала как мама варилась это я помню как бабушка делала то есть все это очень очень вкусно надеюсь реально вам этот рецепт понравится пробуйте ну чё ребят смотрите в принципе у нас уже и плов-то готов да где-то ну в районе час на минут 40 45 наверно все это дело у нас томилась длилась парилась в запах конечно это вообще ничего не передает сейчас мы с вами следующим образом сделаем сейчас с вами положим я вообще вот на самом деле очень всегда любил вот этот чесночок здесь такой который вплыве да вот он такой знаете распаренный такой вкусный уму это вообще ай просто ням-ням очка так почему я морковку таким образом почистил но вот мне нравится когда плов такой знаете вот ты вот его разбираешь грубо говоря на запчасти да там но морковку вот этот чесночок лучок такой мяско такое вы знаете вот по-моему получилось так сказать аппетитно и вкусно такая кастрюлька в принципе ну в деньгах если переводить то где-то вот ну вот такая кастрюли плова обошлась на на рублей 700 то есть там была вырезка понятно что это не они ну как бы не на один раз мы ее порезали одна морковка 1 чесночок 1 паучок ну специи там понятно и стакан риса который в принципе тоже можно будет использовать и я думаю еще и в дальнейшем вот но вот вот таким вот образом выглядит у нас наш плов сейчас попробуем сейчас у оценим он взял прям вилочку но у меня тут еще свои прибамбасы видите у меня тут много разных всяких специй не знаю там оцените вы это или нет но тут соевый соус тут разных вариантов да вот это вот мы привезли кстати с португалии вот это с италии что-то с черногории это соль с трюфелями вот ну короче таким али тут много много разных масло с розмарином короче кто-то у меня еще писал по поводу витамин какие вы витамины сергей пьете но один из хороших вариантов это d3 витамин вот кальций магнезиум рекомендую даль недешево стоит но на самом деле классная тема вот один раз в день хотя бы по одной капсуле надо вот это выпивать делать вот ну чтож давайте наверно попробуем я понятно что я это очень люблю и я люблю это все пробовать тестировать волос падал но во первых все готово ну реально узбекский плов вот этот барбарис он такой знаете на зубах как не иногда так знаете так проскакивает и такую легкую такую знаете кислинку дает очень приятный такой вкус и такой аромат рис тоже доварился лучок тоже морковка пробуем но добро просто божественно можно конечно там что-то еще там исполнить там соевый соус давно кто что-то на шарап там кто что но мне кажется плов нужно кушать именно настоящим натуральным без добавления каких-то вот таких особых там соусов и всего остального кстати помните да в начале видео у нас был лайфхак по поводу того как заряжать вот эти вот банки да еще раз обратите внимание там ничего сложного нет на самом деле может сэкономить кучу кучу денег потому что таких банок у каждого из нас ну точно штук двадцать каждый стоит по 200 рублей поэтому считайте экономия на как бы на лицо заканчиваю это видео спасибо большое за просмотр всем добра позитива приятного аппетита готовьте плов по нашему рецепту и будьте здоровы всем добра и позитива пока пока